Здравствуйте! В эфире программа «Иначе говоря». И сегодня наша тема – «Помогите, не хочу взрослеть». В чём преимущества и недостатки продлённого на всю жизнь детства, обсудим с нашими гостями. Ребят, ну давайте сразу честно скажем, за что мы все так любим детство? За то, что не надо ничего решать существенного. От этого не зависит твоя жизнь, скорее всего. Да, ты можешь делать какие-то такие поступки, за которые ты даже, наверное, не понимаешь, что тебя осудят. Ты можешь быть таким немножко взбалмошным, таким лёгким, непосредственным. Вот. Я, например, за непосредственность. Обожаю детство. Я думаю, ещё играет большую роль наличие огромного количества свободного времени. Я думаю, в детстве мы все очень искренние, потому что мы просто по-другому не можем. Очень интересно. О тебе заботятся, тебе всё приносят, тебя кормят, зовут там. Ты не думаешь, где достать денег, чтобы покушать. Всё, в принципе, очень так просто и беззаботно. Ну вот оно и получается, что инфантильный человек — это человек, который остался в детстве. Вот. Давайте посмотрим вначале на этот момент позитивно, да. Что хорошего происходит в жизни человека, который вот остался в детстве, хотя он уже вырос? Ну вот, как Лена уже говорила, вот это качество искренности, то, ну, так же человек по-другому воспринимает какие-то вещи. Он более лёгкий, с ним более приятнее общаться. Он не постоянно такой нагруженный, как взрослые говорят. Многие считают, что взрослые — это уже, мне кажется, как будто мёртвые люди. Просто существуют, делают работу, там, едят, спят. Делают работу, едят, спят. Вот и всё. А вот такие люди, они более как бы верят в чудеса, они всему радуются, такие вот, ну, с ними приятнее. Это правда. Это если хорошие инфантильные люди. Да? Да, это хорошая страна. Нет, ну мы сейчас говорим о хорошем, а потом мы поговорим о проблемах. Но, например, с такими людьми действительно, я могу сказать, что очень приятно общаться, они яркие, да. И жизнь такого человека насыщена приключениями, полна неожиданностей. Вот. И, в общем-то, это люди, которые, ну, они всегда что-то открывают, разве нет? То есть что-то новое для себя. И беззаботность. По-моему, неплохое тоже качество. Они удивляются, наверное, чаще, чем взрослые. Взрослых трудно чем-то удивить. А люди, которые ещё остались в детстве, для них есть много чего необычного. И скажите, пожалуйста, как долго это может продлиться, вот это состояние детства в человеке? Говорят, что мужчины – вечные дети. Да. Как говорится, первые 40 лет в жизни мальчика самые сложные. И вот действительно бывает так, что человек уже вырастает взрослым, вот как этот цветок, это на самом деле взрослый цветок, это ёлка. Вот. Попросили специально принести в студию. Это взрослая ёлка. Но вот видите, на самом деле она вот ещё не выросла. Да. И поэтому давайте сейчас обсудим обратную сторону, да, медали. Что плохого в человеке, который вот как эта ёлочка? Люди не берут ответственность. Да, я тоже хотела сказать. Мне кажется, они просто боятся даже этой ответственности, потому что, в принципе, никогда ни за кого её не несли. Всё время отвечали за них и заботились именно о них. Да, если мир будет состоять из людей, которые не берут ответственность, у нас всё порушится. Ну как бы. Вот у детей есть такое качество. Вот они упали, они плачут сразу, ревут. Их обидели, они обижаются прям вот искренне, злобно. И вот такие вот, я не знаю, вот когда ты встречаешь таких взрослых людей, которые вот на всякие мелочи обижаются, там стараются что-то как-то избегать или что-то ещё, ну вот боятся вот прям вот посмотреть в проблеме в глаза, там как-то решить её, они от неё убегают. Вот как дети, они плачут, убегают к маме. Вот. Я думаю, это тоже не очень качество. Спасибо. Есть ещё? Обычно, если такие люди, инфантильные, вступают в брак, создают семью, это большая проблема. Если, например, один из супругов инфантильный, то второму приходится брать на себя роль родителя. И это чаще всего приходит к плохим последствиям. Очень часто такие семьи распадаются, потому что обычно, когда человек создаёт семью, он хочет чувствовать и поддержку со стороны партнёра, и какую-то помощь от него. А если ты только несёшь ответственность за этого человека, ты полностью о нём заботишься, как и ребёнке, то это очень сложно, и это не приведёт ни к чему хорошему и продуктивному. То есть люди близкие страдают. А чем сам себя человек обкрадывает, в чём он сам страдает в его жизни? Чего он лишается, если он не хочет взрослеть? Ну, вот той же самой ответственности. Ну, это тоже ключевой момент взросления. Ну, и без неё тоже как-то... Во-первых, у тебя очень ограниченный кругозор получается. Интересно. Потому что ты не видишь всю картину, потому что ты был только там, а здесь тебя не было. Очень интересно. Ну, и как бы тебе, в принципе, сложно функционировать. Ну, у тебя мир, вот как раз мы разговаривали, он либо чёрный, либо белый у детей. Ты либо плохой для него, либо хороший. Третьего не дано. Это уже другое, да? А мы знаем, что в жизни это не так, и они не знают об этом. То есть ты назвала как минимум две причины, да, то, что человек себя ограничивает, и он лишает себя другой части жизни, да, и то, что он очень такой радикальный, да, по взглядам своим. Чего ещё лишается инфантильный человек? Сам себя чего лишает? Например, такое понятие, как кайф риска, да, может быть, лишается результаты своих решений, когда ты идёшь на что-то, да, идёшь на какой-то риск, и ты понимаешь, что это опасно. Да. Инфантильный человек, ну, вообще, он, как сказать, он может, конечно, быть сбалмошным, но поскольку он боится взять ответственность, как ты, Лена, сказала, да, то чаще всего от серьёзных решений уходит, потому что они опасны, там могут быть проблемы. И вот этого серьёзного драйва он, конечно, лишает сам себя, да? Он упускает много возможностей, да, он не достигает результатов каких-то, потому что, когда ты чего-то добиваешься, какой-то цели, у тебя есть два варианта. Либо ты победишь, как бы достигнешь этой цели, либо ты проиграешь, и он боится второго варианта больше, чем возможность достижения цели, и поэтому вообще даже не вступают в эту игру. Да. А вот давайте теперь попробуем развить себе такое качество, как сострадание, да, и давайте мы поймём их. Помимо этих людей, может быть, в каком-то смысле, в каждом из нас есть эта инфантильность, мы где-то о себе говорим, это всё понятно. Но вот понять инфантильного человека, почему сегодня молодым людям, даже в нашей стране тоже, не хочется взрослеть? Я думаю, потому что им так комфортно. Мы все знаем, чтобы чего-то добиться, нужно выйти из зоны комфорта. А они этого не делают, и вроде бы, с одной стороны, хорошо, может быть, хотелось чего-то другого, но тебе страшно, поэтому ты остаёшься в этом состоянии. Ещё, возможно, от нашей реальности зависит. От тех условий, в которых мы обитаем, живём, насколько сложно найти работу. Ну, вот взрослому человеку, да, если ты даже отучился там по своей профессии что-то найти, ты будешь биться, там, стараться, но очень сложно чего-то добиться. И именно, может быть, поэтому сложно выходить как раз-таки из зоны комфорта. Да. Может быть, у этих людей есть какое-то, не то чтобы отвращение, но какой-то негатив к людям, которые похожи на роботов. Вот эту человечность люди теряют в связи с этими делами, работой, и им хочется сохранить вот эту, как бы, искренность, вот эту главную черту, ну, вот саму человечность, любовь. Потому что дети, они очень любят. Ну, как бы, такие люди, они, как правило, тоже очень, ну, любят весь мир, как-то по-другому на него смотрят, да, они немножко неответственны, может быть, не немножко зависит тоже от человека. Но вот я думаю, что каждый человек, он немножко должен всё-таки, как бы, себе вот эти черты сохранить с детства. То есть, по идее, каждый человек должен чуть-чуть, ну, как бы, быть сбалансированным в этом, да, получается, что кто-то, ну, он должен быть немножечко, и, как бы, не роботом быть таким, но при этом быть таким, ну, ответственным, да. Я думаю, что очень много, наверное, больший процент, ну, вот, инфантильных людей, они выросли в семьях, которые их к этому, как бы, сподвигли быть такими. В большинстве случаев это семьи, которые излишне опекают своего ребёнка. Возможно, у этих детей не было отца. Ну, или даже если он был, то он не принимал участие особо в воспитании ребёнка. Возможно, он сам такой инфантильный, то есть ему, там, кроме полежать дома на диване, ничего не нужно. И, ну, как бы, ребёнок, выросший в такой семье, он не привык к никакой ответственности, потому что ему не доверяют, не доверяли её с детства. И когда он становится взрослым, он не понимает, как бы, в принципе, что должно поменяться, и почему вдруг он должен вправлять какую-то ответственность на себя. Либо, мне кажется, может быть, наоборот, то, что ребёнка заставляли быстрее взрослеть, и когда он вырос, он не хочет больше быть взрослым. Это особенно в семьях спортсменов такая штука есть, когда, ну, дети тренируются, но они там просто живут в залах, там, да, ещё где-то. И когда, допустим, ну, что-то происходит, да, и он больше не может заниматься спортом, допустим, ну, какая-то травма или ещё что-то, и вот он стоит в этой, ну, на пороге вот этой взрослой жизни, а он не знает, что делать, потому что, ну, его вся жизнь была спортом, и всё, ну, как бы. Как можно помочь такому человеку? Мне кажется, ему страшно, потому что он как раз, ну, он видит только плохие негативные черты взрослой жизни, там, то, что мы платим за коммунальность. Негативные учимся, ещё что-то, но только самое плохое. Во взрослой жизни есть много прекрасного. Ответственность – это тоже хорошо, ну, как бы. Так, хорошо. А вообще, сам факт помощи. Нужно ли помогать человеку, который не хочет взрослеть? Я думаю, да, потому что может случиться такой момент, что повзрослеть придётся резко. То есть у тебя не будет выбора, случится что-то страшное, и вот это будет очень тяжело, если ты не будешь к этому готов. Поэтому постепенно нужно себя готовить к взрослой жизни, это неизбежно. Арина, ты сказала, нужно готовить себя. Да. Мне кажется, это очень важная фраза. Не другого. Себя, именно себя. Потому что если ты человеку 10 раз скажешь, будь, пожалуйста, взрослей, на сколько процентов он станет выше? Я боюсь, что вообще не станет. Вот. И вот теперь давайте вот к самому главному. Если мы не можем другому человеку навязать рост, то каким образом нам научиться растить самих себя? Я предлагаю прочитать буквально три текста из Священного Писания, которые, может быть, нам помогут. Вот первый текст для людей, у которых не было детства. То, о чем сейчас говорила Аверина, да? Не было детства, он хочет его компенсировать. Давайте прочитаем 1 Иоанна, 3 глава, 1 стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его. То есть, что говорит апостол Иоанн, да? На самом деле, самый молодой ученик Иисуса Христа. То есть, он, можно сказать, как ребенок был среди них, да, среди учеников. И он часто говорит слово «дети». И он говорит, Бог дал нам такую любовь, что мы не только называемся детьми Божьими, но и ими являемся. То есть, я для себя в контексте этой темы понимаю так, что тебе не нужно возвращаться в детство. Ты и так всегда в детстве. Ты и так всегда Божий ребенок. И Господь на тебя смотрит, как на своего, я не знаю, ну, малыша. И ты можешь наслаждаться этими отношениями с Ним. Но это не проявляется в социальной сфере, но в отношениях с Ним мы всегда дети, даже если нам 70. Так или нет? И мне кажется, этот стих может помочь. Не сам стих, а вот это эмоциональное осознание, когда я чувствую себя ребенком, и я чувствую себя защищенным в отношениях с Богом. То тогда мне не нужно изображать из себя ребенка. Мне не нужно впадать в детство или еще что-то в этом духе. Потому что я как бы это детство получаю прямо сейчас, в прямом эфире от Господа. И вот эта потребность быть ребенком, которая, возможно, не была заполнена в детстве, вот это вот желание детства, стремление детства, жажда детства, Господь ее удовлетворяет уже сегодня в любом возрасте. Второй текст, я думаю, что одна из причин вот этого нежелания взрослеть, это бунтарский характер такой. Может быть такое, нет? Давайте прочитаем 1 Петра, 5 глава, стих 6 у кого-то текст. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Кстати, вот этот стих лично из моего детства, потому что он висел у меня над дверью, над проемом в двери, в котором не было двери. И тогда, я еще помню, только вышли компьютеры персональные, только вышли принтеры. Я попросил одного знакомого из церкви распечатать мне этот текст просто в рамочке. И он висит там до сих пор. Для меня это такой уголок детства, это комната. И вот этот стих почему-то был для меня важен со школьных лет, да. Смиритесь под крепкую руку Божию. Потому что, вы знаете, инфантильность бывает очень агрессивной. То есть человек ведет себя неподобающим образом, допустим, несерьезно, или неуместно ситуации. И ему можно что угодно говорить, но тем самым он как бы бросает вызов обществу, в котором он находится. И вот этот вот червячочек – это грех, который говорит, я вот такой дьявол, да, живет внутри, маленький такой лицеферик, и говорит, я буду делать все по-своему. Нет, вы хотите, чтобы я был нормальным, адекватным? Нет. И вот это отсутствие смирения перед Богом. Что текст говорит? Если мы смиряемся перед Богом, то Он нас в результате что? Возносит. Вот этот момент смирения и покоя в душе, он должен наступить. И, кстати, с этим связан тот третий текст, который я предлагаю вам прочитать. Можно немножко дополнить про предыдущему? Мне кажется, есть разные уровни инфантильности, можно так сказать. Есть вот, на самом деле, как говорили девочки, такие дети, которые любят весь мир, которым все прекрасно, они удивляются. А есть вот такой инфантильность, который как бы подростковый, можно ее назвать, когда ты, наоборот, протестуешь против всего. У меня просто есть такой знакомый, с ним очень тяжело. Ему уже за 20, он ведет себя как вредный подросток, которому все не нравится, и которому кажется, что весь мир настроен против него. Такому человеку нужно принять в свое сердце Божью любовь. Что Господь его любит, принимает, и ему нет смысла с ним воевать. А третья причина — это страх. Я думаю, это наиболее популярная причина, внутренняя глубинная причина. Исайя 41, 10. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». То есть почему мы не хотим взрослеть? Самое популярное из того, что вы сказали, и часто произносимое, это был страх взять на себя ответственность. Страх и нежелание очень близко связаны между собой. То есть вот этот момент сделать какой-то шаг, пойти на риск, чего-то лишиться. Это страх, он не может быть просто так. Это показатель наших взаимоотношений с Богом. И вот этот текст «не бойся, ибо я с тобой», фраза «не бойся», вы, наверное, знаете, что употребляется 365 раз в Священном Писании. То есть на каждый день Бог нам дает напутствие, повеление даже. «Не бойся», в разных местах. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен». Мужество – это тоже, как это называется, противоположное слово к инфантильности, взрослость. И почему многие из нас не хотят взрослеть? Потому что были какие-то ситуации, когда нас кто-то подвел. и мы боимся вот этого. В этом отношении нам нужно приближаться к Богу и вспоминать те моменты из жизни, когда действительно нам кто-то помог, может быть, даже из детства, помог, и мы обрели доверие к кому-то. Может кто-то из вас поделиться какими-то случаями из детства, которые помогли, кто-то вам помог решить проблему, кто-то вызвал ваше доверие? Вот поделитесь, пожалуйста. У меня был такой интересный случай, возможно, такой смешной отчасти, когда я очень нуждалась в чьей-то помощи, а именно я прилипла к забору железному языком. И если бы кто-то мне не помог, вот как раз-таки я боялась взять на себя эту ответственность и отлепиться от этого забора. Мне нужно, чтобы кто-то это сделал, потому что был страх сделать себе больно. И вот я ждала, ждала, чтобы кто-то прибежал, и в итоге прибежала моя бабушка и начала лить этой тёпленькой водичкой, и отлепила меня, слава Богу. Но как раз-таки о том, что есть страх брать ответственность, вот это вот, наверное, к тому. И когда кто-то приходит, тебя оттуда вызволяет и заслуживает твоего доверия, что вот в такой сложной ситуации так проявил себя. Наверное, взрослые черты характера отличаются тем, что мы не оказываемся в таких ситуациях уже. Да, точно. Ну, как знать, как знать. Не обобщай. Как, я вот хочу спросить, как изменились твои отношения с бабушкой после этого случая? Ну, я знала, что она точно придёт на помощь. Ты это знала? Да, теперь я уверена. Ну, вот это очень важно. Вот такие случаи с детства, они формируют в нас понятие доверия. И важно вспоминать подобные происшествия, вспоминать, что помощь близка, что если у тебя проблемы, тебе кто-то может помочь сегодня так же, как это было вот в детстве. А что, если, допустим, у человека не было детства или не было родителей, если в детстве не было людей, которые могли бы, как твоя бабушка, прийти на помощь? И это 100% та причина, которая мешает потом человеку взрослеть, потому что он, ну, вот как бы боится. Как быть такому человеку? Ну, можно, как бы, завести друзей, которые так же в течение жизни могут тебе помогать, потому что вот это чувство, когда тебе могут помочь, оно же, ты нуждаешься в нём до конца своих дней, и тебе нужно быть уверенным, что кто-то поддержит тебя. Поэтому я думаю, если нет родных, могут помочь друзья и люди. И вообще люди со стороны, они тоже, как бы... Вот у меня сегодня был такой случай, вот бабушка, она спрашивала меня, как выйти, ну, на какой остановке и выйти. Ей нужна была какая-то поликлиника, я не знала, какая. Вот я начала быстренько искать это, пришлось проехать остановку, но как бы, чтобы она могла выйти, и, как бы, я думаю, она меня потом очень сильно благодарила за это. И она очень сильно нуждалась в поддержке, и это чувство, как бы, оно очень важное. Очень. Мне кажется, проблема инфотильных людей с друзьями, это к минусам тоже. Если брать людей, как сказала Велина, они либо всему доверяют, либо, наоборот, не доверяют ничему, и тем и тем сложно заводить друзей, которые... Да, близких, которые, ну, правда, готовы помочь в любое время суток. И вот для таких людей есть благая весть сегодня. То, что мы сегодня читали, самый первый текст, что мы дети Божьи. Смотрите, какую любовь дал нам Отец. Вот обрести Бога как Отца и поверить, что есть Личность, к которой ты абсолютно не безразличен, которая не предаст, не кинет, никуда не уйдет, не бросит трудную минуту и не будет просто спокойно смотреть, и не будет наблюдать, как у тебя что-то происходит плохое. Вот этот опыт, этот опыт должен просто пережить каждый человек. Склонный к инфантильности или не склонный. По сути, в какой-то степени мы все к этому склонны, да? Когда мы обретаем Бога именно как Отца, то нам проще уже справляться со своим страхом, нам проще делать этот шаг вперед. Представляете, как изменится жизнь человека, который вот научился преодолевать свой страх с помощью Божьей, который, ну, отпустил детство и живет полной настоящей жизнью. Как изменится жизнь такого человека? Он, наконец-то, научится доверять. Наверное, это самое сложное для этих людей. Доверять и брать ответственность на себя, зная, что если что-то пойдет не так, то есть тот, кто поможет и прикроется. Это кайф. Особое ощущение. Что ж, мне было очень приятно с вами обсудить эту тему. И у нас были даже паузы где-то, да? Я вижу в ваших глазах, что мы друг друга понимаем очень хорошо. Я чувствую эту, ну, актуальность этой темы. Я вижу ребенка в себе, я вижу ребенка в каждом из вас. И я понимаю, судя даже по себе, с какими трудностями, барьерами мы сталкиваемся, когда мы взрослеем в этой жизни. И я абсолютно уверен в том, что какого бы ни было наше прошлое, какие бы ни были раны детства, какие бы ни были неприятные ассоциации там с нашими родителями, близкими и так далее, это возможно преодолеть. Благодаря тому, что Бог есть. И также благодаря тому, что мы постепенно из года в год убеждаемся в том, каков Он. Спасибо вам за искренность. Дорогие друзья, Бог хочет, чтобы мы повзрослели. Пройдите с Ним все этапы этого периода. Поверьте, это очень увлекательно. Не менее увлекательно, чем детство. Субтитры сделал DimaTorzok